По аналогии с видеообзором Кольта, делаю тоже видеообзор на ГШ-18. Еще один пистолет, который доступен на 16 уровне, стоит 10 тысяч. И, в принципе, по характеристикам примерно схож с Кольтом, но кое в чем все-таки ему проигрывает. Как и в прошлый раз, естественно, я буду основываться на билде для пистолера, то есть это все обычные параметры штурмовика, только плюс одна сила, то есть 6 силы в итоге, и 10 удачи. При этом используются все перки на пистолеты и нижняя ветка у штурмовика, которая позволяет добить криты в максимум и дает еще быструю перезарядку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... тому что мы можем найти на кольте то есть вполне возможно что вообще у всего оружия вилки 200 миллисекунд это стандарт скорость регистрации попадания с было следующий то есть меня попросили еще сделать немного более точной я добавил еще мишень на 75 метрах и на 150 метров просто что посмотреть как падает скорость ну как бы это на самом деле не скорость то есть на 25 и 50 метров у нас задержка 40 миллисекунд на 75 метрах 133 на 100 200 как вы кстати у кольта и на 150 300 или может 320 я не знаю тут большая погрешность потому что на 150 метрах у меня какие-то просадки были пришлось скинуть fps до 120 то есть там frame time ну серьезно так увеличился еще на парочку миллисекунд вот но в целом я думаю даже если это 300 то как бы видно что задержка как бы на разных расстояниях вот этих попадания на разные я еще могу допустить что может быть но я не уверен что может есть все-таки какая-то скорость полета пули но есть какое-то минимальная вот эта минимальная задержка допустим 40 миллисекунд которая ну и как бы искажает действительность но опять же если минимальная задержка она работает на 25 метрах почему тогда на 50 метрах расстояние не больше но по идее должно хоть немножко до увеличится вот а так получается бред то есть смотрите даже с 50 метров 1250 метров в секунду якобы скорость на и уже через 25 метров она падает вдвое ну такого в принципе быть не может то есть обычно если ты такая вот кривая на вниз идет но она не будет в два раза проседать за 25 метров то есть это в любом случае это никак не может быть скорости реально полета пуль то есть он даже не симулируется это реально просто ну время попадания и эффективность танцы стрельбы у гэша 90 метров в принципе 100 метров можно с натяжками опять же это зависит еще может от модельки вот самой мушки но вообще 90 метров я бы дальше не стал стрелять с гэша вот поэтому идентичная кольту в 90 метров так теперь обратимся к расчетам как и в прошлый раз максимальный урон без скрита по формуле то есть это вообще это просто либо мишень либо человек без брони абсолютно в туловище да то есть в торс 480 урона будет это от патронов м1 естественно то есть 9 на 19 м1 максимальный урон скритом я просто увеличиваю то есть 960 максимальный крит шанс при 10 удачи и с нижним деревом штурмовика со всеми скиллами на пистолеты 43 процента то есть в принципе неплохой шанс но уже не радует на самом деле то есть когда вы вкачиваете 10 удачи вы надеетесь на большее и время перезарядки немножечко больше чем у кольта то есть со всеми перками она целый восемь десятых секунд но принципе тоже нормально хотя у кольта полторы секунды то есть хотя у каша опять же магазин на 18 патронов поэтому ему как бы ну он компенсирует слегка и вот эту вот это время перезарядки чуть больше чем у кольта также меня в комментариях эндербой попросил сравнить м2 и сравнить его с м8 да то есть у него есть гэша м8 как он мне написал у него максимальный урон при патронах м1 335 а у обычного гэша м2 который вот именно с арматурыча 320 то есть там я пересчитал там прибавка должна быть где-то в районе пяти шести процентов то есть на самом деле не знаю почему м8 мне кажется что ну как-то мало всего урон добавилось вот и смотрите что выходит то есть если опять же пересчитать урон без крита м2 480 а у м8 503 почти урон с критом 960 а у м8 1005 а если вы стреляете по полностью бронированные допустим по полностью бронированному штурмовику в торс то у нас rm1 с пластинами см3 обычными них и не титановыми то разница тут вообще просто в 6 единиц урона то есть она вообще того не стоит я не стал считать значение урона для экспансивных патронов потому что в экспансивных патронов там очень маленькие значения пробития то есть они вообще никакой разницы не будут делать и даже у патронов м1 пробитие всего 40 идет то есть это очень мало гэша это вообще в принципе больше пистолет не рассчитаны вовсе на пвп или только вообще на низкоуровневых каких-нибудь челиков а так это очень хороший пистолет для именно пве потому что там урон сильно больше то есть там порядка 410 на м2 и в основном по мобам смысла нет стрелять патронами с высокой бронебойности то что у нее броня или есть или сразу почти рассыпается или его я имел ввиду и и вообще просто и как бы не туда то есть стреляете сразу весь урон заходит вот собственно и все вот такой вот пистолет принципе я не вижу смысла модифицировать если реально модификации вот так не существенно влияют м2 если интересно вам покупайте они идут дешево стоит принципе их легко выбить вот а можно с обычным просто гонять но я все еще думаю что кольт намного намного лучше и намного удобнее чем гаша всем спасибо за внимание пока